Несмотря на то, что лето, и что все-таки комната у нас полна людей, это очень радует. Благодарю вас за то, что вы пришли к нам на бонусный вебинар ежемесячный. Одно важное дело, которое мы должны совершать, это увлажнять кожу чаще. Я рекомендую делать летом цветочную воду, так как она дает очень сильный и хороший эффект увлажнения. Давайте сейчас я вам расскажу, как делать эту цветочную воду. Здесь такой момент. Вот сейчас внимательно слушайте, потому что каждый раз, когда я рассказываю про цветочную воду, кто-то что-то недослушал, и потом начинают задавать одни эти же вопросы. Да, эфирные масла с водой не смешиваются и не растворяются в воде. Да, они поэтому масла называются, потому что они любят масла. Они липофильные и они гидрофобные. Они не любят воду, не растворяются. Поэтому, когда мы с вами пьем воду, например, с лимоном, там лимон не растворяется в воде. Здесь вода нужна как транспортное средство, просто. Просто с этим транспортным средством лимон проникает в наш ЖКТ. Но, и это подтвердит любой химик. Даже если вещество является нерастворимым в воде, небольшой процент все равно растворяется. И подтверждение этому гидролаты. Гидролаты или еще цветочная вода, их называют по-другому, побочный продукт процесса получения, побочный продукт паровой дистилляции процесса получения эфирных масел. Там небольшой процент эфиров растворен в воде. И мы это можем сделать. Небольшое количество эфиров растворить в воде. Но как мы будем это делать? Для того, чтобы растворилось, мы должны создать правильные определенные условия. То есть мы должны создать какой-то эффект, который поможет нам соединить эфирное масло с водой. Объем берем всегда небольшой. Вот такую, например, бутылочку. Это от силы. Здесь, по-моему, у меня 30 миллилитров. На 50 миллилитров можно взять бутылочку. Полностью воду в нее не наливаем. Вот так. Лучше даже две трети. Две трети. Чтобы здесь осталась воздушная подушка. Дальше на это количество воды мы добавляем... Вот если это 30 миллилитров века. Если это 50 миллилитров, мы можем 3 капли добавить эфирных масел, обладающих увлажняющим эффектом. Вот как раз кто-то мне чуть раньше задавал вопрос по поводу, чем заменить сандал. Вот вам как раз список масел, чем можно заменить сандал. Все масла, обладающие вот этим вот увлажняющим эффектом, значит, очень хорошо подходит к коже. Ну и другим типам кожи, безусловно, эти масла тоже подходят, потому что они увлажняют. А очень мне нравится для этой воды брать именно цветочные эфирные масла. Итак, сюда добавляем 2-3 капли. Просто капаем сверху. Мы не добавляем спирт. Он нам здесь не нужен. Спирт нам не всегда на самом деле нужен для ухода за кожей. Особенно, когда мы планируем постоянно в течение дня увлажнять нашу кожу, брызгать, брызгать, брызгать лето. Мы капнем. И что мы начинаем делать? Мы начинаем создавать специальные условия. Мы начинаем трясти эту бутылку. Мы ее трясем. Долго. Долго. Минут 10. Хотя бы. 10 минут. Мы ходим, вот так трясем, 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 трясем ее. Взбалтываем, взбалтываем. И пока мы ее взбалтываем, вот это небольшое количество эфира растворится. Соединится с водой. А потом, когда вы уже будете это использовать, вы просто чуть-чуть потрясете 30 секунд. Потрясли 30 секунд, а расселились. Глазки только закрываем, чтобы эфирные носа в глазки не было. Очень классный эффект увлажнения. За этот рецепт я его придумала сама, просто чисто размышляя с точки зрения химии. И за этот рецепт мне уже очень многие люди сказали огромное благодарю. Я недавно совершенно познакомилась с таким инструментом. Это просто совершенно замечательная штука. Я в нее уже влюбиться успела. И вас сейчас тоже, наверное, влюблю. Это называется карманный витализатор. Вот такая штучка металлическая, видите? Биофизическое устройство. Такое вот там внутри все устроено таким образом, что когда мы погружаем... Да, вот Светлана вам дала чат поддержки. Светлана там очень много всякой информации интересной. Вы дойдите туда, все внимательно посмотрите, почитайте. Я вам сейчас подробно рассказывать не буду. Просто то, что я вот успела понять, осознать, как это работает, да, для чего это нам все нужно. Это прибор, который... Вот на первый взгляд такая палочка. А вообще это прибор, который структурирует воду. Она становится как будто природной, живой водой, которую родила нам сама природа. Потому что вы знаете, наверняка уже многие из вас, современные люди, все знают, что вода, которую мы получаем от центрального водослабжения, в особенности, эта вода, по большому счету, уже совершенно не живая, да. И она лишена энергии, эта вода. Мало того, я маятником даже проверяла. Я очень люблю маятник, свой, как бы, много лет уже, которым я пользуюсь. И вот вода из-под крана, где-то в каких-то городах ноль энергии, где-то в каких-то городах прямо в отрицательную сторону маятник показывает. Вот. И вот, что вы делаете, смотрите, для того, чтобы... Если мы используем правильную воду, то увлажнение всего нашего организма, словно, идет намного лучше. Что мы делаем, смотрите. Мы просто на две трети где-то, получается, до клипса, вот эта клипса, ручечка, вот эта... Называется клипса. Мы опускаем вот максимально до этой ручки и делаем несколько оборотов. Все. Вода структурированная. И вот как раз цветочную воду, если вы будете делать вот на этой структурированной воде, то это будет совсем другая история. Это будет абсолютно другая история. Я себе, естественно, уже сделала. И я хочу сказать, что я реально вижу разницу. Того, как воздействует это на кожу. По сути, когда мы обрабатываем воду, можно, кстати, любые жидкости, не только воду, мы можем соки, мы можем те же маски, которые мы делаем, да? Маски, которые мы делаем с вами. Мы можем делать какие-то напитки, мы можем делать там, не знаю, скупы даже. Все можем структурировать этим витализатором. Витализатор, это называется. Просто несколько оборотов. И все. И наша жидкость уже структурирована. Точно так же маску вы сделали. Витализатором обработали. Все. Маска рабочая. Обрабатывается очень легко. В отдельных случаях, если что-то жирненькое, допустим, он чего-то жизненного прикоснулся, то спиртом обрабатываем. Если просто мы структурировали воду, просто чистой салфеткой вытираем, и все. Вода становится после него высокой энергетической субстанцией. Это я маятником измерила. Огромная амплитуда положительная сразу у маятника. Вода становится мягче, прозрачнее, полезнее. Как я уже сказала, она становится живой. И что важно, такая вода усиливает действие эфирных масел в разы. Я просто вообще обалдела, когда, извиняюсь за скабрезность речи, я просто вообще была удивлена крайне, когда, опять же, маятником проверяла, просто проверила воду, потом добавила масло эфирное, естественно, пошла энергия положительная с хорошей амплитудой. Точно так же с большой, хорошей амплитудой пошла положительная энергия, когда отдельно структурированную воду проверила маятником. Когда я соединила эфирное масло и структуризатор, витализатор, там просто была сумасшедшая амплитуда. Это говорит как раз о том, что высокоэнергетическая субстанция у нас получается. Что вообще дает нам эта вода? Ну, понятное дело, что улучшает общее состояние здоровья, улучшается качество кожи, волос, уходят воспалительные процессы, улучшается метаболизм, повышается уровень энергии, работоспособности, снижается риск серьезных заболеваний. Мне, конечно, очень сложно вычислить воздействие одного структуризатора. Почему? Потому что я еще пью БАДы много, я постоянно пользуюсь эфирными маслами, не просто сама пользуюсь, я их в работе в очень больших количествах использую. Поэтому сложно очень вычислить, вот знаете, чистый вот такой эксперимент сделать, да, как действует структуризатор. Но что я точно заметила, делаю его структуризатором, и это следующий, кстати, следующий слайд, делаю структуризатором витомассаж. Делаю его, ну, в общем, практически каждый день. Ну, бывает иногда, привлекусь за воду, но, в общем, практически каждый день. Что я заметила? В разы меньше отека. Раз. Лицо, кожа стала более такая, знаете, свежая какая-то. Вот это я точно абсолютно заметила. Вот, ну, где-то примерно 4 недели, не каждый день, но очень часто я пользуюсь эфирными. Иногда бывает прямо день за днем. А иногда бывает, там, раз, отвлекусь на денек-другой. Вот, точно усиливая действие эфирных масел, и это я уже тоже поняла на своих собственных, так скажем, испытаниях. Вот, то есть, допустим, делаю лимфодренажный массаж с эфирным маслом, да, эффект прекрасный, хороший, руками, вот тот лимфодренаж, который мы с вами изучали в наших занятиях, вот, но делаю, когда витализатором с тем же эфирным маслом. Результат получается лучше. Результат ярче получается. Очень хорошо это тоже, я уже поняла, уходит в мышечные зажимы и спазмы. Я стала проводить эксперименты на своих клиентах. И вот, знаете, да, что на курсе на своем я очень подробно это рассказываю. Вот, здесь вот височных, в височной области, вот здесь у нас триггерные зоны, лоб, верхняя часть, лба тоже триггерные зоны образуются. То есть, вот такие зоны залипания, да, когда вот вы берете вот так вот, не можете кожу оттянуть. Вот сейчас возьмите, проверьте. Вот так вот сейчас пальчики разверну, чтобы видеть. Вот так возьмите и зажмите валик такой кожный. Не только кожный, а вот прямо глубоко захватите его, глубоко, чтобы мышцу тоже захватить. И попробуйте его оттянуть. Видите, у меня оттягивается. Но это тренировки. А многие, вот я больше чем уверена, что сейчас это сделать не смогут. Не смогут оттянуть. Кстати, на нашем курсе мы тоже этим занимаемся очень много. Работой с лицом. Сейчас чуть позже расскажу. Что я стала делать? Я стала делать, когда у меня есть такие клиенты, у которых вот эта зона залипания достаточно большая. Большая, чаще всего это уже, ну, люди более старшего возраста. Я стала эту зону обрабатывать витализатором. Вот обрабатываю витализатором, захватываю, и уже чувствуется прогресс. Уже сразу, вот сразу, здесь же чувствуется прогресс. Включаются в работу быстро мышцы во время тренировок. Я занимаюсь тренировками, генедофитнесом. Это когда разрабатываются глубокие мышцы. Вот. И иногда некоторые мышцы у нас вообще не привыкшие работать. Абсолютно. Когда на такую мышцу воздействуешь стилизатором, она начинает работать. Вот. Про отеки я уже сказала. Очень эффективно уходят отеки. Ну, и вообще улучшает свое общее состояние кожи. И вот я сейчас думаю, размышляю, что, в общем-то, БАДы я пила всегда. Финными маслами пользовалась всегда. Да. Вот. Но вот именно вот эта свежесть кожи, она у меня пришла вот в этом месяце. И вполне вероятно, что это, конечно, метализатор работает. Ну, и кроме того, приглашаю всех на наш курс по эстетической аромокосметологии. Курс у нас очень классный. Он в записи. Уже на протяжении полутора лет, более полутора лет. Он у нас в записи. То есть вы, если этот курс возьмете, то вы будете в течение четырех месяцев смотреть его в любое время, когда вам удобно. Осваивать все техники, которые я там даю. Курс получился очень объемный. Очень приятные слова. Я недавно услышала от Лены Леви, что это достояние, арома, клап, мой курс. Вот. Двенадцать занятий по два часа. Час теория и час практика. Разбираем вот всю верхнюю часть нашего тела по чуть ли не по клеточке. Даю техники глубокого массажа. Даю остеопатические приемы, надкосничные приемы. Этот курс, кстати, вы можете сейчас напугаться этих слов. Этот курс подходит всем абсолютно. Не только профессионалам. Он подходит для домашнего использования. Для того, чтобы знать, как работать с тканями своего лица и шеи. Для того, чтобы более длительное время сохранять молодость и красоту. Ну, все, друзья. Надеюсь, что вам было интересно. И до новых встреч.